Русские волны У Широбиского был создан еврейский культурно-образовательный центр «Маун-Наам», целью которого является возрождение духовной и религиозной жизни евреев, соприкосновение с еврейской культурой и традициями. Недавно «Маун-Наам» открыл новый северный филиал на перекрестке Разерфорд и Баторст. Теперь праздники проходят по двум адресам – Торс де Лавеню и Ранзерфорд. В этом году наша съемочная группа побывала в новом помещении синагоги на севере. История Пурима – это история чудесного спасения еврейского народа от злобных замыслов царского советника Амама. Произошло это чудо не само по себе, а благодаря мудрости красавицы Эстер, впоследствии ставшей царицей. А еще Пурим – это яркое подтверждение того, что за любое зло когда-то приходится держать ответ. Пурим – это очень особенный праздник в календаре еврейского народа. Пурим – это очень похожее на название Yom Kippур. Пурим – то составляет на то чтобы мы могли бы оперировать праздник в календаре им. Пурим – это очень счастливее и очень желающий. И сухом Халлии Пуриме, и в то же время это намного из-за силы, что без проблем, все проблемы, все проблемы и все проблемы, все проблемы и все проблемы, безусловно все это, мы можем еще разобраться, лето, лето, блудство, и все, что мы делаем. Это очень мощный message к каждому журу, что, живя в исходе, не в момента мashiach, и в каждой актимии, которую мы занимаемся, мы должны найти определенный significателям. И это должен быть значимым, значимым для нас, и мы должны найти ващества, вещества, 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 вещества. В День Пурима в синагогах обязательно читают свиток Эстер. Он рассказывает о событиях, связанных со спасением евреев во время Эстер и Мордыхая. И при каждом упоминании имени Амана стучат трещотками и устраивают невообразимые шумы. В День Пуриме в самые необычные костюмы и маски. Детская программа была организована в отдельной комнате. Здесь можно было и порисовать, и показать свои костюмы, ну и, конечно же, получить подарки. Ну, расскажите, нравится ли вам праздник и как вы здесь себя чувствуете? Хорошо, а? Мне очень нравится. Хорошо. Хорошо праздник. Hearing the story of Pурим. Do you like this story? Yeah, it's interesting to learn about the queens a long time ago, and seeing everybody just dressed up and having fun. I like the food and the costumes, and seeing everyone have fun. Пурим. Пурим. I think today's event is a proof to the Jewish continuity. We're celebrating a holiday. The original holiday took place thousands of years ago, and here, in modern-day Thornhill, we are celebrating this beautiful holiday. The turn-up is incredible, thank God. We're short on space, it's a good sign, we're growing, and we're looking forward to grow even more. Everyone here seems very excited, and the Jewish unity that is felt here is unbelievable. Мы находимся на пороге нашего дома. Это Маум-Наам. Маум-Наам в переводе означает «приятный обитель». Всевышний сказал, чтобы еврейский народ построил для него жилище, и чтобы в этом жилище можно было жить. И вот мы, наша синагога, наш Маум-Наам делает все возможное для людей, чтобы они чувствовали себя как дома. А как говорится, как дома и стены помогают. За моей спиной веселится народ. Это праздник Пурим. Это самый главный праздник, который мы получили, заслуженно получили Тору. Мы добились этого своим трудом, своей силой. Как известно, 28 февраля, в воскресенье, в то же время, когда отмечали в Маум-Наам-Пурим, в рамках Олимпийских игр проходил хоккейный матч Канада-США. Праздник праздником, но патриотизм превыше всего. Сообщение о победе наших вызвало бурную реакцию зала. Весь вечер звучала музыка. Гостем праздника был молодой композитор Дан Дейл. Да, я начал писать музыку 10 лет назад. Я уже был скрипач, играл с оркестром. Но начал писать музыку такая рок и поп, инфлуенциз. И имел там позитив месседж. И людям это нравилось. И так карьера стала, что я записываю CD свои. У меня сейчас новый диск вышел. Это называется One Million Reasons. Это очень людям нравится. Только вышло два недели назад. Мы сделали концерт в Richmond Hill Art Center. Мы там играли. Там был один известный, его зовут Джастин Хайнс. Мы вместе выступали с ним. Расскажите о себе. Вы родились где? Я родился в Украине, в Черновидце. И я здесь живу, в Maple. А когда вы приехали в Канаду, сколько лет назад? Да, мне было 11 лет. Это было 20 лет назад. Я приехал из Израиля. И я начал жить в Мориале. Потом приехал в Торонто. Тоже так. Да. И я тут выступаю по всему Норд-Америке. Я уже играл в Верх-Канада-центр. Такие места. И сегодня пригласили меня тут в Пурим. Пурим. В праздник Пурим положено не только хорошо поесть, но и как следует выпить. Хотя в еврейской традиции к спиртному отношению сдержанное, именно про этот день в Талмуде сказано. В Пурим напиться так, чтобы не отличать проклятие Мана от благословений Мардыхаем. Ну а если говорить о философской стороне вопроса, то Пурим всегда напоминает о том, что даже в дни тревоги и страха надо твердо надеяться на то, что на смену обязательно придут дни веселья и радости. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитры создавал DimaTorzok